А помните такой мем из 90-х от Виктора Степановича Черномырдина, если мне память не изменяет? По данному вопросу существует только два альтернативных мнения, одно моё, а другое неправильное. Ну, мы-то тогда это восприняли как шутку, посмеялись, да и забыли о ней. Прошло всего два десятилетия. Кто бы тогда мог подумать, что вот этот мем станет реальностью, воплотится в нашу жизнь, ну и мы, собственно, начнём по нему жить, для кого-то он станет даже девизом. Погнали! Ну, а начать предлагаю с рывков и прорывов. ЦБ дал неутешительные прогнозы, там, но пророчили гибель российской экономики в обозримом будущем из-за полезных санкций, друзья. Проблема с массовой блокировкой банковских платежей, в том числе через страны, которые считаются дружественными, может привести к фатальным последствиям. Такое заявление сделал первый зампред Банка России Чистюхин на Петербургском юридическом форуме дальше. Решать её необходимо как можно быстрее. Не стоит гнушаться даже экзотическими или устаревшими механизмами, то, что казалось нам вчерашним днём. Или даже чем-то непопулярным, там, не знаю, свопы, какие-то клиринговые системы, использование крипты. Всё это надо опробировать, всё это надо пробовать. Вот я рад. Я хочу сказать, что санкции – это не то, что нас не сломит, это то, что нам нужно сейчас. Путин вывел страну из позора и нищеты 90-х годов. Отрыжка болотной площади. Правильно. Что никогда рачи на коленях стоять не будут. Вот эти к нам ещё приползут на коленях и будут просить наших новых технологий, наших космических программ, и мы ещё будем кормить Европу и Америку. Ага. А впрочем, чего удивляться. Ни для кого ж не секрет, что мы с вами давным-давно живём в двух измерениях, в которых существует две России. Первая – всё цветёт и пахнет, там море по колено, и горы по плечу, и санкции нам на пользу. Вообще всё в той России прекрасно. Правда, она и стильвидор, а вот Россия вторая, со второй сложнее. Сейчас остановимся на улам подробнее. Это реальная журналистика. Бойся, донайца, удары, приносящих темы сегодняшнего выпуска. Поехали! Многие из нас гадали, вот Третья мировая война, если таковая случится, какой она будет? Политической, экономической, ядерной? А я, вы знаете, считаю, что Третья мировая война уже идёт, и она гораздо страшнее всех вот этих вот наших предположений, поскольку число жертв в ней уже сегодня измеряется миллионами наших соотечественников, дальше будет только хуже. Да, я сейчас говорю о масштабной информационной войне, которая бьёт по каждому ежедневно и в режиме нон-стоп. И все эти жалкие ничтожества, его вот такие рыбки-прилипалы, и не важно, какой они национальность, и не важно, на кого они работают, они все вот перхоть. Перхоть. В этой копне зловонных волос на голове дьявола. Кто как обзывается, тот так и называется. Такого количества гадостей, мерзостей, хамства и вранья российская история ещё не знала, по-моему. Мог ли кто-то из вас представить, скажем, 10 лет назад, что в эфире главного телеканала страны с говорящим названием Россия можно будет увидеть и услышать вот это? Я хочу этому нацику, а мне наплевать, сказать. Мы все придём и всех вас ухерим. Алексей Александрович, это журналисты. А мне наплевать. Пропагандисты. А мне наплевать. Враги, но так не надо. А мне наплевать. Уф! К слову, в кадре только что был депутат Государственной Думы Российской Федерации. Ну да мы отвлеклись. Стоит ли удивляться, что уровень тревожности среди россиян растёт в геометрической прогрессии? Что продажи антидепрессантов бьют один рекорд за другим? Что люди становятся более закрытыми, более озлобленными? Нет слов. На самом деле в этих войнах нет ни правых, ни левых. Вы знаете, в этих войнах нет и не будет победителей. От этих войн в конце концов проиграют все. Мы уже деградировали, но это далеко не предел, повторюсь. На днях один мой европейский коллега задал простой и в общем понятный вопрос. Слушай, а как в России люди отличают правду от дезинформации? И возможно ли вообще в существующих реалиях заставить россиянина мыслить критически? Значит, острая тема. Ладно, давайте по порядку. И для начала нам всем надо понять, что правды в чистом виде не существует в принципе. А уж в информационных разборках тем более есть лишь понятие объективности и субъективности. Объясню, что имею в виду. Ну вот представьте себе, что мы с кем-то из вас пришли на одно и то же массовое мероприятие. Например, на митинг, который в РФ сегодня большая редкость. И тем не менее, вот пришли мы с вами на какой-то митинг многочисленный, в котором участвуют сотни и даже тысячи людей. Только ты находишься в одной точке, а я в другой. Обе значительно удалены друг от друга. Дальше, в какой-то момент в непосредственной близости от твоего местонахождения начинается, ну скажем, потасовка, драка, да, завязывается. Я, разумеется, этого видеть не мог. В конце концов, и меня, и тебя опрашивают, ну скажем, в качестве свидетелей, задают вопросы. Вот первые. Вы были на митинге? Ты и я ответим одинаково, да, были. Это будет правдой? Ну, конечно, это будет правдой. Была ли там драка? Спросят за тем и тебя, и меня. И вот тут начинается интересное. Ты-то ответишь, что была, а я, я же этой драки не видел. Поэтому я могу сказать, что да нет, не было никакой драки. Внимание, вопрос. Кто из нас сказал правду, а кто соврал? Да никто не соврал. Потому что вопрос просто изначально был поставлен некорректно. Если бы вы спросили каждого из нас, вы драку видели? Вот это уже другой калинкур, согласитесь, а так... Я не смотрю телевизор. Уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, он опасен для здоровья. Я себя очень люблю для того, чтобы не давать разрушать свои нейронные связи в мозге тем, кто агрессивничает с экранов. Да господи, та же Симоньян, если разобраться. Она ведь тоже не обманывает, когда говорит, будто при Путине стало лучше. Будь-то при нем появилось больше прав и свобод, материальный достаток опять же вырос. Ну или депутат какой-нибудь, то же самое, когда говорит. Ребят, они вам не врут, нет. Конкретно Симоньян и конкретно вот этому депутату при Путине действительно стало жить лучше. У них действительно появилось больше прав и свобод, богаче стали. Но есть один нюанс. Много лет работаю под вашим руководством. Всегда хотела вам сказать, мне кажется, сейчас самый подходящий момент сказать, то, что я всегда хотела. Спасибо вам за то, что вы мочите людоедов. Так вот, на этих нюансах и строится пропаганда. Там недосказал, тут недопоказал, некорректно сформулировал вопрос и так далее. Помню даже один вот мой знакомый единороссый пропагандист, кстати, по совместительству, термин очень правильный по этому поводу придумал. Даже начал внедрять его в массы, между прочим. Журналистики сейчас на самом деле не существует. Вот выброшу такой тезис, потому что я на протяжении многих лет не занимаюсь журналистикой, скажу честно. Я занимаюсь моделированием правды. Вот можно с этого места поподробнее, что такое моделирование правды? А народ-то, он Витенова не понимает. Не понимает, что правду для него сегодня тупо моделируют. Кроме того, люди реально запутались от происходящего. Вокруг бесконечные потоки информационного шума. Телевизор, радио, газеты, журналы, а сейчас вот ничего и в соцсети добавили. Тысячи ютюб и телеграм-каналов его атакуют со всех сторон. Со всех сторон ему плавят мозг. Топят в этой инфопомойке, пойди-то, где объективная информация, а где деда. Причем грешат вот этим вот желанием немного приврать все. И правые, и левые, и свои, и чужие, нет? Чем больше информации в тебя поступает, тем больше информации ты забываешь. Да, очень простой тест. Когда была инаугурация Путина? Чем жестче, тем якобы честнее. Ну, хватит все время про тяжелую повестку. Это очень вызывает бурный выброс эмоций. Позитивных эндорфинов. Знаете, мне действительно уже смешно становится, когда в очередной раз слышу. Будут блокировать ютюб, спасайся кто может. Или телеграмму в России перекроют кислород, прощай, свобода слова. Мне, в принципе, кажется, что всю эту панику Симоньян периодически и специально устраивает, потому что... А зачем? Зачем российской власти стрелять самой себе в ногу? Для них же, ну, тот же телеграмм, такое подспорье. Такая возможность продолжать разжижать народу мозг. Подарок настоящий дуров сделал чиновникам в первую очередь. Да и, керевиднее, подобного охвата, да еще адресного отродясь не имело. Сегодня же тысячи телеграмм-каналов, и не только телеграмм-каналов, сносят пастве крышу. Еще раз, адресные, за копейки буквально. И не важно, что это за канал. Про кремлевский, оппозиционный или нейтральный. Важно, что все они постят-то. По сути, одно и то же, да? Ну, давайте вот честно, сами себе ответим. Они качают одну и ту же информационную повестку, которая в большинстве случаев нужна вот им. Это новости на Первом. Здравствуйте. В студии Валерия Кораблева. Вот в выпуске. Впрочем, есть и хорошие новости. Есть в России огромный пласт людей, которые просто боятся критически мыслить. Вернее, они боятся показать свою нормальность на людях. Почему? Ну, потому что кредиты. Потому что дети. Потому что опасения потерять работу и даже, может быть, сесть в тюрьму. Кто-то вообще на госслужбе трудится. А там нельзя думать в разрез с политикой партии и правительства. Не дай бог, кто узнает. Такие люди лишь изображают из себя скрипцов, улыбаются и машут, когда попросят. Ну, поверьте, нет. Такие мыслят абсолютно, как здоровый хомо сапиен. Просто время сейчас такое. Лучше не высовываться, как недавно спела Алла Борисовна. Они как бы спящие, что ли. Ну, их действительно немало. Ну, во всяком случае, больше, чем таких. Вайден, ну, еще раз повторяем. Хватит позорить. Не только свою страну. Ты мир позоришь. Мир. Уже противно смотреть слово Америка уже всем вот здесь вот стоит. И это все только от того, что тебя... То ты ходишь, то ты падаешь, то ты ходишь как утка. Тебя хватают тебя, ставят тебя. Ты не знаешь, куда ты идешь и так далее, и так далее. Какая ответа к этому, сэр? А еще, вот вы знаете, в современной политологии есть такое понятие синдром плюралистического невежества. Его ввели американцы в конце 90-х годов прошлого века. Касается оно всех, можете даже не спорить, теперь в чем синдром заключается. Допустим, у вас есть круг общения, скажем, 100 человек. И вот все эти 100 человек, люди примерно одного социального статуса. Уровень доходов, уровень образованности. У каждого примерно одинаковый. У вас примерно одни и те же интересы и ценности. Больше скажу. Вы даже за продуктами ездите примерно в одни и те же магазины. Отдыхать примерно в одни и те же места. Вы читаете примерно одни и те же газеты. Слушаете в автомобиле примерно одни и те же радиостанции. Смотрите примерно одни и те же фильмы. Ну, вы поняли, да? Теперь главное. Вам кажется, что все так живут. Но! Стоит вам только выйти, вышагнуть за вот этот вот круг своего общения и найти там 101-го человека, живущего иначе. Того, что менее или более образован. Которого гораздо более скромная машина, например, или гораздо более дорогая. Который ездит отдыхать не на море. Он, например, лазает в горы. Который слушает в автомобиле шансон вместо любимого бизнеса ФМ и не читает коммерсант. Картина мира разрушает. И к чему это сейчас? А к тому, что не нужно забывать. Все люди разные. И чесать под одну гребенку всех так же не стоит. Кто-то ведется на пропаганду, а на кого-то она действительно не действует. Ну, в конце концов, упыри пропагандисты все-таки не волшебники. Учесть особенности каждой группы людей даже им не под силу. Даже за большие деньги, да и они, кстати, тоже страдают данным синдромом. Если говорить о какой-то эффективной методике, которая позволила бы открыть людям глаза на суровое настоящее. А тут я ничего нового не скажу. Все просто и старок как мир. Перестаньте кормить эту гидру. Вот если оно вас напрягает, а скорее всего оно вас напрягает, даже если вы и не согласитесь с этим, отпишитесь нахрен от всех телеграм-каналов. Хотя бы ненадолго. Перестаньте залипать в них, убивая свое время и мотая свои нервы уж тем более. Не включайтесь ни в какую полемику с виртуальными френдами, вы их даже не знаете. Чаще всего, скорее всего, вас нарочно грузят всякой дичью, втягивая в нужную им клоаку, причем глубже и глубже. Просто перестаньте кормить это животное. Оно действительно гидра, с несчетным количеством голов. Неважно, кто на вас смотрит оттуда, из этого телефона сейчас. Упырь Соловьев или проходимец Собчак. А может и на агент КАЦ, или даже я, это не важно. Перестаньте кормить данную зверюгу, и будет вам счастье вокруг столько прекрасного. Мозги, кстати, без этого барахла очень скоро проветрятся и встанут на место. В общем, думайте. Все, это была реальная журналистика сегодня вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте, с тем и предлагайте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok